Привет всем! Я рада снова видеть вас на своем канале и в этом видео я буду повторять дизайн из Instagram. Недавно я выкладывала пост с подборкой дизайнов, которые мне понравились и я хотела бы повторить, и многие просили снять мастер-класс именно на этот дизайн. У автора этой работы уже есть мастер-класс в профиле, вы тоже можете перейти и его посмотреть. Эти мазки сделаны пастой, но мы сегодня будем пробовать сделать эту пасту из подручных средств. Если вам интересно, оставайтесь со мной и будем начинать. Для того, чтобы у нас получилась паста, нам понадобится какой-то более-менее густой материал. Это гель-краска или арт-гель. И гель-краска, и гель у меня без липкого слоя. Гель-лак здесь точно не подходит, потому что он очень жидкий и у гель-лака есть липкий слой. Сомневаюсь, что у каждой найдется именно какой-то гель, а вот гель-краска должна быть у всех. Я покажу сегодня два способа и с гель-краской, и с гелем, но сразу скажу, что особой разницы между этими материалами, конкретно в этом дизайне, я не заметила. Просто арт-гель держит форму намного лучше. Набираем немного гель-краски и будем ее окрашивать. Это если вы хотите, например, чтобы мазки были цветные. Чтобы не испортить консистенцию гель-краски, и эта паста была у нас без липкого слоя, нам нужно добавить совсем немного гель-лака. Поэтому я выбрала самые яркие гель-лаки и добавляю совсем немного. Если хотите такие цвета сделать еще нежнее, то можно попробовать добавить бежевый, серый или коричневый цвет. Ну а саму сахарную текстуру мы будем делать с помощью акриловой пудры и обычных блесток. У меня акриловая пудра очень мелкая, и ее нужно очень много добавлять в гель-краску, чтобы был заметен этот объем. Блестки, как по мне, в этом замесе работают лучше, как раз из-за своего размера. Ну а блеск, если что, когда мы будем замешивать, он тоже исчезнет. В гель-краску я добавляю блестки и делаю замес. Идеальная консистенция для такого дизайна, это когда вам уже сложно мешать блестки, и лужица гель-краски становится такой практически сухой. Перед тем, как перенести мазки на ноготь, я еще раз перемешиваю нашу пасту. И наношу ее с помощью апельсиновой палочки. Наношу я быстро и сразу отправляю сушить в лампу, потому что блестки все равно через какое-то время начинают тонуть в гель-краске. И из-за этого может исчезнуть наш сахарный эффект. Цвета я наношу по очереди. Сначала я наношу голубой, просушивая его, и затем уже добавляю розовый. Продолжение следует... И так выглядит дизайн после просушки. Сахарный эффект у нас есть. То, что это блестки, этого совсем не видно. Мазки у нас глянцевые, не липкие, как раз потому, что гель-краска без липкого слоя, и мы добавили совсем немного гель-лака. Приступаем к дизайну на себе. Сделаем уже все, как на фото, добавим матовый топ и фольгу. Я только нарастила длину, поэтому базу сегодня я не использую, а сразу буду наносить фоновый цвет. У меня это молочный, и наносить я его буду в один слой. После просушки на липкий слой гель-лака я буду переносить фольгу и сразу же ее буду перекрывать матовым топом. Продолжение следует... На себе я решила попробовать способ именно с арт-гелем. Как уже говорила раньше, он немного лучше держит форму, в отличие от гель-краски. И замешиваю в гель акриловую пудру и блестки. Продолжение следует... Наношу пасту апельсиновой палочкой и тоже просушиваю каждый ноготь отдельно. Продолжение следует... 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 Наш дизайн готов, и хоть матовая фольга в дизайне тоже выглядит круто, но мне хочется, чтобы в дизайне была и глянцевая фольга. Поэтому некоторые кусочки фольги я перекрою глянцевым топом. На большом ногте я продолжу этот же дизайн, только добавлю еще слайдер. Как по мне, ничто лучше не дополнит этот дизайн, как надпись GO, потому что золота у нас здесь очень много. Ссылку на эти слайдеры я оставлю в описании под видео. Переносим на липкий слой гель-лака слайдер, и затем уже добавляем фольгу. Продолжение следует... такой дизайн у меня сегодня получился напишите как он вам я буду ждать ваши комментарии и ваши работы по этому мастер-классу для этого опубликуйте фото в инстаграм с хэштегом karina corn мне всегда очень интересно что же у вас получается ну а на сегодня у меня все до скорого в новых видео пока пока и